Добрый день, уважаемые любители шахмат. В этом видео мы поговорим про обратную сторону ловли читеров, потому что некоторые игроки будут получать обвинения из-за того, что результаты программы неправильно интерпретируются. Так называемые false positive результаты. Если говорить про меня, не все мой канал смотрят давно, я рассказывал уже об этом в одном из своих видео 2016 года, что однажды после партии мой соперник обвинял меня в читерстве. Я играл против мастера Фида Сычевского. И это была партия на чемпионате Украины среди клубных команд. И все началось с данной позиции после 12 ходов. В целом его ход 11-5 не понял, он ослабил поле b5. Ну, здесь я сыграл c4. Логичный ход, занял центр, cd, ed, он сыграл ладья е8. Этого я не совсем понял. Ну, тут я подумал, самая активная возможность слон е4, как видим, это первая-вторая линия. В какой-то момент это первая линия. Черные сыграли слон b7. Я очень обрадовался, потому что теперь слабость поля b5 наблюдается. Я разменялся слонами, сыграл d5 с очень простой целью. В случае e5, как было сыграно в партии, либо размена слонов, мой конь приходит на поле d5. Последовал конь d4. Неудивительно, что эти два хода идут по первой линии. Затем мой соперник сыграл ферзь d7. Также не лучший ход. И дальше я пытаюсь использовать поле d6. Так что следует слон a3. Обратите внимание, ход по первой линии. Слон f8. Далее последовал разбит на f8. И ферзь e3. Также очень логичный ход. Я напал на пешку b6. Я хочу сыграть ферзь a6. Конь c5. d6 тоже. Хочу сделать вилку коневую. Мой соперник здесь испугался. Наверное, можно было сделать что-то другое. Он решил отдать качество. Я качество забрал. Занял открытую линию. Ну и все. Этот интервал закончился. Так что, если говорить про разную глубину, с 13-го хода c4 по 27-й ход я выдал серию ходов, которые являются первой и второй линией. Время от времени это является первой линией. И дальше я выиграл партию. Правда, в этот момент я сыграл в ферзь d2. Этот ход не попадает в несколько линий. Но мой соперник после партии пришел в ярость. Надо отметить, что в начале партии ему не понравилось то, что я выхожу часто, потому что турнир был летом и надо подышать воздухом. Я также хожу в туалет для того, чтобы умыться. Мой соперник сразу же еще до этой замечательной серии ходов позвал главного судью. Это был Товчига. Все знают, насколько это строгий судья. Он спросил, что такое. Я говорю, ну пожалуйста, проверяйте меня. В общем, никаких вопросов от Товчиги дальше относительно меня не было. И после этого я был очень злой и сделал данную серию ходов. История, конечно, не закончилась на этом. И мой соперник после партии очень сильно доказывал капитану команды то, что по-любому я читерю, потому что делал ходы по первой линии. И дальше он хотел даже до меня соперник в таком порыве эмоционально писать жалобы в разные инстанции. Ну, видимо, молодого человека в итоге попустило. Ну, также, конечно, были и необоснованные обвинения в мой адрес, об которых я рассказывал в видео про Боечка, там где мне было летом плохо и я также часто ходил в туалет. И гениальные мукачевские судьи, они начали считать сколько раз я пошел в туалет, хотя после этого я играл ужасно и играл в районе 20 доски. Это говорит про то, что люди являются крайними профанами и не понимают смысл процесса читерства, могут обвинить честного игрока. Поэтому давайте рассмотрим это подробно. Детальное изучение результатов методов ЕВ и АД, конечно же, отмечают опасность ложноположительных выводов о предполагаемом читерстве, имеется в виду, конечно, за доской. Это указывает на экстремальные рейтинги, которые будут иметь любое промежуточное значение результатов и которые, на первый взгляд, были бы подозрительны, если бы они не были достигнуты до появления шахматных движков гроссмейстерского уровня. И сейчас приводится таблица, в которой представлены некоторые партии, которые были проанализированы с помощью стокфиша третьего и дан ложноположительный результат. Давайте рассмотрим эти примеры, на которые ссылается автор. Начнем с яркого примера. Партия 2009 года Мамедяров-Курносов, которым Курносов выиграл в 21 ход и Мамедяров после партии сказал, что Курносов с ним читерил. Надо отметить, что партия короткая. Она фактически длится 6 ходов, потому что ход ферзь Д6 это новинка. Ну и вполне возможно, что современный сильный гроссмейстер использовал действительно при своем анализе эту позицию он рассматривал. Ну давайте используем рыбку, которая покажет, соответственно, что все ходы, которые сделали черный, были первой и второй линией. Видим, что здесь новинка. Ферзь Д6, вторая линия, слон Ж7, ну тут единственный ход, водя Ж7, ферзь Х5, ферзь Ф4, шаг и затем слон Ф5. Есть всего несколько альтернатив, такой ход как конь Д6, белые здесь допускают неточность, ФЕ, слон Ж4, как видим, да, это первая линия, но есть несколько равноценных ходов и у черных все равно везде перевес. Ну и весьма Мамедяров взявнул тактику, ферзь Д2 и тут он сдался, потому что следует упрощение позиций и он остается без качества. Как видим, всего шесть ходов, поэтому вот по таким коротким интервалам партии невозможно сделать оценку и, конечно же, обвинение в читерстве на основании таких интервалов, оно очень странно звучит, потому что недостаточная информация. Также надо отметить, что здесь приводятся, как пример, две партии Морфи, в которых сильный ход делается всего два хода, значит, если сильный ход, то человек-читер нет, этого не значит. Итак, партия Кенникат против Морфи, здесь в 15-й по 24-го хода движок должен показать, что Морфи играл по первой линии, видим ЖФ, ход естественный, взятие, молодежи Ж6 защитились, слон Ф6, король Ж8, другое отступление короля выглядит странно, слон Х3, как бы развиваемся с темпом, далее Ферзь Е3, меняем Ферзей, чтобы наш король не был под атакой, также создать атаку на Ж2, размен, взятие, ладья ударила, дальше Е2 с темпом напали, Конь Д4 с темпом напали, ладья Е8, затем угроза Конь Ф3, ну и поэтому белые сдались. Ну, как видим, несмотря на то, что это серия ходов по первой линии, она достаточно очевидна, и игрок уровня Морфи эту серию ходов должен найти. Следующий пример, он более показательный, белыми играл неизвестный мне шахматист Вайс в 1889 году, и согласно анализу, он сделал с 8 по 33 ход все ходы по первой линии, давайте рассмотрим эту партию. Я включу старый движок, например, рыбку, будем сравнивать, так, ДЕ первая линия, затем Вайдя Д1 с темпом первая линия, затем замечательный ход Е6 с идеей Конь Е5, Конь Д6, даем шаг, Ж6, Конь Ж6, Конь Ж7, Ферзь А6, вот тут, кстати, все зависит от движка, он может и Ферзь А3 показать, дальше Ферзь вернулся на А3, ладья Ж8, забрали пешку, ладья Ферзь Х5, Ферзь Ф6, здесь, кстати, все зависит от движка в этот момент, я не совсем знаю, чем Риган проверял, давайте поставим старую версию Стокфиша, потому что это как раз тот самый момент, когда движок показывает разные ходы, тут должно быть действительно совпадение, давайте Стокфиш 6, видим, что он показывает Конь Х4 как первая линия на малой глубине, да, везде указана глубина, на которой проводился анализ, ну давайте этим движком и доанализируем, значит, Король Е7, взятие первая линия, ну все, все оставшиеся по первой линии, значит, Куб G3 защитились, Слон G5 дали шаг, Х4 защитили пешку, дали Кунь Е4, напали, ладья Д2, Слон F5, ударили на Д6, забрали пешку, забрали, здесь черные зевнули тактику, ладья Ф1, сильный ход, и здесь сильный ход Слон G5, противня закончилась, но в целом, конечно, этот пример уже показателен, потому что игрок не очень сильный, и под один из движков 100% совпадение данной части партии, ну что тут надо понимать, что фаза динамики, она в длительных контролях может быть просчитана, и на самом деле, если вы рассмотрите большинство из этих ходов, они не были такими уж неподъемными, то есть почти каждый ход это активный шаг, взятие, нападение, белые понимали, что такое борьба за инициатива, и пытались это делать, ну с другой стороны, они комбинировали инициативу защиты, потому что, например, сейчас делали защитный ход G3, защитный ход H4, но в целом, все остальные ходы были атакующими, и тем не менее, тут нужно понимать, что это всего одна партия, одна серия ходов, и опять-таки, конечно же, оно может ожидать положительный результат, ну поэтому нормальный метод, он оценивает серию партий, сыгранных в одном турнире, и таких ходов должно быть около сотни, а не 20, как в данном случае. Рассмотрим более-менее современный пример, потому что партия не такая давняя, 40 лет, Браун Тимон, тогда компьютеров, конечно же, не было, ну и здесь будем рассматривать с 18 по 40 ход белых, включу современный стокфиш, вы увидите, что он показывает разные возможности, так что давайте все-таки старую версию включу, конь Б3, конь Б3, АБ, ферзь Б6, ферзь С3, напали на мат, С4, защитились, Ф6, слон Н3, напали на коня, жертвуем качество, слон Е6, даем неприятнейший шаг, забираем на С4, здесь черные ошибаются, ферзь Б6, слон Д4, переходим в эншпиль, ферзь Б3, размена, водя А6, Ж5, забираем на Ж5, забираем пешку, далее водя Ц6, конечно же, ход необязательный, сделан был, Д6, ведем пешку, дальше защищаем слона Е3, АЖ, водя Д4, черные решили пожертвовать, сыграть Ф5, слон Ф5, водя Ф5, водя Ц5, ну и черные должны были защищаться, водя Ф6, ну после этого они проигрывают, конечно, в данном окончании, не ударили, и пешки проходят ферзи, ну скажем, примерно то же самое, что и в предыдущей партии, в данном случае, Браун средний гроссмейстер, и он просто так же искал динамичные возможности сказать, что большинство из этих ходов какие-то неподъемные, нет, этого нельзя сделать, поэтому подведем маленький итог, конечно же, ложнопозитивные могут быть на основании одной партии, но при этом, во-первых, мы должны оценивать игрока и понимать, какой у него уровень, во-вторых, обычно это будет происходить в таких очень острых позициях, где, в принципе, люди, начиная с Морфи, знают основные принципы борьбы за инициативу, и каких-то таких ходов, которые являются тихими, мы не видели. Теперь рассмотрим пример, когда партия затягивается, в данной статье приводится следующая партия, Карамас Федоровский, и если мы откроем ее в базе, то увидим данную позицию, и если вы включите движок, я даже этого делать не буду, потому что тут все и так очевидно, позиция мертво-ничейная, начиная 62-го хода, и люди делают несколько ходов, ничего не меняется в позиции, в итоге идет соглашение на ничью. Конечно же, данный тип окончаний нужно не учитывать. Почему? Потому что если вы будете учитывать подобные позиции, то у вас точность игроков, показатель ЦПУСМИН будет слишком заниженной величиной, и также процент точности у вас возрастет. Ну и давайте это проверим на основании моего исследования собственной партии. Итак, тоже не все смотрят мои видео, и я разбирал в одном видео точность своей игры, и здесь была такая партия, которую я сыграл в чемпионате области, она длилась 155 ходов, и из этих 155 ходов в целом позиция была уже ничейна примерно в момент, когда разменялась последняя пешка и окончание ладья против коня, но до этого момента позиция выиграна. Тем не менее, план выигрыша в данном окончании достаточно сложный, потому что я допустил подобную стойку. И теперь давайте посмотрим программу Pigeon Spy. Она показывает в этой партии 128 неопределенных позиций, и показывает, что у меня ЦПУСМИН на 7.68. Можно отбросить эту оставшуюся часть партии, и давайте это сделаем, загрузим результаты. Где партия обрезана, видим, что здесь уже таких позиций осталось всего лишь 19. ЦПУСМИН упал. Поэтому подводим определенный итог. Сразу же точность данного турнира у вас ухудшится. Давайте посмотрим. Когда я отрезал эту часть партии, ЦПУСМИН показатель стал равный 16. И точность моя 59.7. Достаточно большая. Но до этого момента, это еще с учетом того, что я отрезал окончание, видим здесь 14.54. В той партии вместо 21 хода мы видим 64. Как видите, и процент чуть повысился, и ЦПУСМИН чуть понизилось. И все это благодаря одной партии. Поэтому, если вы делаете углубленные исследования, я вам рекомендую обрезать подобные части партии. Подведем определенный итог. Как вы поняли, методы оценки не являются универсальными. Возможно, фоспозитив с результаты. Поэтому, чтобы уменьшить количество подобных результатов, вы, во-первых, должны отрезать части партии, в которых партия затягивалась. Ничего не происходит. И, конечно, оценка либо в районе 0.0, либо, наоборот, оценка где-то в районе плюс 2. Но вы не можете реализовать ваш перевес. Потому что в шахматах есть такое понятие, как крепость. И второе то, что если очень острая форсированная позиция, то даже такой не очень сильный игрок, как я, могут находить целую серию активных ходов. Потому что динамика это не очень сложно, если пешечная структура является уже определенной. Я буду снимать следующее видео. Если вас данные 4 видео заинтересовали, это пока вся информация, которую я нарезал. Так что в комментариях оставьте ваши пожелания. Хотите ли вы узнать, какие еще методы используются при выявлении нечестной игры, а также каким образом рассчитывается перформанс игроков. Мой канал для шахматистов, которые хотят повысить свой уровень игры. И я могу вам помочь. Потому что я профессиональный тренер. И уже в течение приблизительно 6 лет занимаюсь качественной дебютной подготовкой. Мои ученики выполняют нормы мастеров. Также успешно выступают в чемпионатах страны, а также чемпионатах Европы и мира. Так что вашему вниманию я предоставляю следующие свои курсы видео лекции по защите рогозина за черных, по испанской партии за белых и по защите каракан за черных. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok